Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Преображение» в студии Анна Юрина. В нашей сегодняшней программе мы расскажем о визите в Челябинск к старца Илья Ноздрина. Побываем на открытии форума Всемирного Русского Народного Собора. Поздравим митрополита Григория с шестилетием его служения в архиерейском сане. В начале этой недели Челябинск посетил известный российский пастырь, духовник святейшего патриарха Кирилла Схиархимандрит Ильей Ноздрин. Подробности в следующем сюжете. 16 марта в Челябинск приехал Схиархимандрит Ильей Ноздрин. Он побывал в женском Адигитриевском и мужском Богоявленском монастырях города, а также провел ряд встреч с верующими южноуральцами. В Челябинске Схиархимандрит Ильей впервые люди спешат увидеть, услышать, получить благословение. Встречу с верующими в епархиальном управлении пришлось даже перенести в кафедральный собор, поскольку зал не смог вместить всех желающих. Вы знаете, как в слове мне говорится, с преподобным, преподобным будешь. Я, конечно, не надеюсь задать ему какой-то личный вопрос. Я уже ему задавала вопросы. У меня была такая возможность. Я была в Переделкино в 2012 году. И все, что он мне сказал, оно исполняется. И я осознаю, что действительно через него была воля Божьей не сообщена. А сегодня я приехала просто для того, чтобы просто побыть в атмосфере такого благодатного и духовного человека. Известный российский пастырь – духовник святейшего патриарха Кирилла. Так рассказывает об отце Илье Ноздрине сеть интернет. Для верующих он – светильник благочестия и наследник оптинских старцев. Когда отец Илье появляется на омвоне Свято-Семеновского собора, народ затихает. Все слушают, затаив дыхание. Хорошо, что вы приходите и любите церковь. Ваш край, Челябинск, кажется, особенно под покровом Господа и Чистой Божьей Матери и всех святких. Мы вот не вверх такой встретили, только особенно приезжание церкви, любви к нашему краю, вот как у вас. Дай Бог, чтобы было у вас все то, что Господь хотит от нас. А хотеть, Господь сказал, это найти Царство Небесное. Сьер-Химандрит Илье приехал в Челябинск не с пустыми руками. Каждый желающий мог получить на память о визите батюшки книги и аудиодиски в подарок. Я так понимаю, что эта батюшка Илья нам привез подарок в город Челябинск, чему мы очень рады, что мы можем приобщиться к информации. Я слышала, что псалтыри раздавали, это вот тоже у кого-то может возможности не приобрести. И вот тут вот есть подарок. Кто-то может приобрел и поделиться с ближним. Я вот знаю, что у меня знакомая, она взяла для своих близких. Вот так вот распространяться будет. Слово о Боге. Митрополит Челябинский и Мяский Григорий тепло принял именитого гостя. Владыка показал Сьер-Химандриту проект нового кафедрального собора в Челябинске и попросил его молитв о Южном Урале. Лично я у архимандрита Ильи просил святых молитв о том, чтобы Господь не оставил наш Южный Урал без своей помощи и покровительства. Чтобы мы, православные христиане, которые живут здесь, могли полностью исполнить свою христианскую миссию. Дабы люди, внешние пока к церкви, видя наше доброе житие, которое осуществляется по воле Божьей, также обращались в церковь, также приходили ко Христу. Отпускать отца Илья челябинцы не хотели. Еще долго стояли в очереди, чтобы получить его благословение. И расходились уже затемно. В рамках своего визита Сьер-Химандрит Ильи также побывал в храмах села Долгодеревенское, Большой Куяш и закрытого города Озерска. В столице Южного Урала открылось региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора. Главной своей задачей эта общественная организация считает сохранение русской культуры и народосбережения в нашей стране. В Челябинске прошел форум Всемирного Русского Народного Собора. Из столицы на Южный Урал для участия в различных мероприятиях прибыла целая делегация экспертов и общественных деятелей во главе с заместителем председателя Константином Валерьевичем Малафеевым. Утром в актовом зале Челябинского епархиального управления гости встретились с челябинской общественностью. Во встрече принял участие митрополит Челябинский имяцкий Григорий. На короткое время к собравшимся присоединился известный российский пастырь Схиархимандрит Ильин Оздрин, посещавший Южный Урал в дни форума. Обратившись к участникам встречи, батюшка призвал их созидать Россию как мирное, независимое, благочестивое православное государство. Затем в законодательном собрании Челябинской области состоялось торжественное открытие регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Первым к собравшимся обратился митрополит Григорий. Всемирный Русский Народный Собор – это международная общественная организация, которая объединяет людей разных социальных слоев, священнослужителей, причем разных конфессий, объединяет политических деятелей, интеллектуалов. И называется Собор. Собор – это объединение во имя чего-то. И мы объединяемся во имя блага нашей Родины. И объединяет нас любовь к нашей Родине. Всемирный Русский Народный Собор – это общественная организация, которую возглавляет святейший патриарх Кирилл. До настоящего времени существовало 35 региональных отделений собора. Челябинская стала 36-м. Челябинская – важнейшая региона, опорный край державы, мы знаем. И здесь люди такие же. Поэтому мы бы хотели, чтобы для Собора, а Собор – это собирание вместе всей русской земли и голоса из всех регионов России. Мы хотим, чтобы Челябинский голос был услышан. Мы хотели бы, чтобы мысли челябинцев, профессоров, интеллектуалов, экспертов могли бы прозвучать в общем хоре всех Соборян России. Всемирный Русский Народный Собор существует с 1993 года. Однако в последнее время его голос звучит все ярче и сильнее. Многие законодательные инициативы Собора получили поддержку государства и стали основанием для изменения в тексте действующей Конституции. Региональное отделение включится в общественную жизнь края, в решение насущных задач, главное из которых – народосбережение. Социально-демографические проблемы Челябинской области характерны для промышленных регионов. Это в первую очередь отток молодого населения и недостаток качественных рабочих мест. Разумеется, нуждаются в изучении и миграционные потоки, и рождаемость, и естественная убыль населения. Проблема определения национальной идентичности – это проблема не только русских. Это проблема сейчас для любого, наверное, народа, потому что мы живем в условиях глобализации. И власть эту проблему однозначно не решит. Эту проблему должны решать конфессии, эту проблему должны решать все другие общественные организации. Наверное, вот этот форум – это шаг к тому, чтобы мы над этой проблемой вместе поработали. Выслушав и обсудив прозвучавшие доклады и сообщения, участники конференции поехали к памятнику премьер-министру России Петру Аркадьевичу Столыпину, который появился в Челябинске совсем недавно – осенью 2017 года. Здесь владыка Григорий возгласил рабу Божию Петру вечную память. Помолившись за упокой души великого сына России, участники форума возложили цветы к подножию монумента. Фигура государственного деятеля, сумевшего подавить первую русскую революцию и предложить Российской империи позитивную программу развития на годы вперед, имеет для православных патриотов особое значение. Столыпин очень точно определил, что нужно делать в стране. То есть он апеллировал к творческому потенциалу человека и народа. То есть человек, который не имел ни сословия, ни денег, ни возможностей, он дал возможность, собственно, получить необходимое количество земли. Государственный банк обеспечил его кредитом практически беспроцентным, помогал ему построить жилье, переехать в Сибирь. Вот Челябинск был главным штабом, собственно, по переселению в Сибирь. И 302 миллиона человек переехали в Сибирь. Сегодня Алтайский край практически это произведение искусства Петра Аркадьевича Столыпина. Председателем регионального отделения СВРНС стал митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Его заместителями известный в регионе политик, депутат Госдумы Виталий Львович Пашин и протеерей Борис Кривоногов, настоятель храма Александра Невского на Алом Поле. В дни работы форума состоялось еще одно знаменательное событие. Константин Малафеев передал Челябинской епархии иверскую икону Божией Матери. Святыню с благодарностью принял митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Духовенство пропело «Величание Пречистой Деве», а затем все приложились к святому образу. «От святые иконы твои, о владычице Богородице, исцеления и цель выпадаются обильно с верой и любовью приходящим к ней». Ее приложили киеверскую икону, настоящую, что вы веру не находите. Слава Богу, я только рад. Это подарок для нового фестерального собора города Челябинска. Как я уже говорил неоднократно, многие святыни города Челябинска, прежние циклонные святыни, были уничтожены. А эта икона, переданная вами, Константин Валерьевич, будет вашим вкладом в дело строительства, восстановления православия здесь и здесь будет размещаться в новом кафедральном соборе. Переданная икона представляет собой точный список чудотворного образа, хранящегося на святой горе Афон. Он был создан в бывшей русской келии святителя Николая. Греческие монахи, которым сейчас принадлежит келия, называют это место Буразери – русские белозерка. Автором иконы стал известный всему православному миру старец Арсений. Иконописец работал над святым образом больше года. Сейчас афонские монахи работают над второй иконой Пресвятой Богородицы – от рада и утешения. Она тоже предназначена для строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Митрополит Григорий отметил годовщину архиерейской хиротонии. Шесть лет назад владыка был рукоположен во епископа Русской Православной Церкви. Поздравить правящего архиерея собрались священнослужители и миряне нашей митрополии. В неделю вторую Великого Поста памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого, митрополит Челябинский Имианский Григорий совершил божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В этот день владыка Григорий отмечал годовщину архиерейской хиротонии и память своего небесного покровителя, в честь которого был наречен в монашеском постриге. Поэтому богослужение было по-особому торжественным и радостным. За литургией главе Челябинской митрополии сослужили епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, духовенство Челябинской епархии и Троицкой епархии, временным управляющим которой является митрополит Григорий. По окончании богослужения духовенство совершило славление святителю Григорию Паламе перед его иконой в центре храма. Митрополит Григорий прочитал молитву своему небесному покровителю, затем было провозглашено многолетие. Митрополит Григорий принял многочисленные теплые поздравления с шестой годовщиной архиерейской хиротонии и с Днем Ангела. Владыка Григорий сердечно поблагодарил всех за молитвы и добрые слова в свой адрес. Он особо отметил, что как архипастырь нуждается в благодати Божией и спросил молитвенной поддержки духовенства и прихожан. На Южном Урале еще многое предстоит сделать. Мы все, дорогие братья и сестры, с помощью нашего всемогущего, всепобеждающего и всесильного Бога сможем сделать. И новые храмы на Южном Урале построить, и старые, заброшенные, оскверненные в селах ныне находящиеся храмы восстановить. А самое главное, если мы будем трудиться, если мы искренне будем отдавать Богу свое сердце, свои помышления, Он нам поможет быть Его служителями, быть Его учениками и быть Его свидетелями. На этом наша передача заканчивается. Я желаю вам всего доброго. До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова